Память о подвиге живет в сердцах людей. И память эта проявляется по-разному. О Владимире Корвате, первом герое Беларуси, помнят и чтят его подвиг. 14-й межгосударственный турнир по вольной греко-римской борьбе, в котором приняли участие представители двух стран, Беларуси и России, еще одно тому подтверждение. Мероприятие, конечно же, очень важное. С одной стороны, это популяризация спорта, с другой стороны, это, конечно же, патриотическое воспитание нашей молодежи, потому что турнир проводится в памяти первого героя Беларуси, Владимира Николаевича Корвата. Вы должны всегда помнить об этом человеке, о его подвиге, который он совершил в 1996 году, когда ценой своей жизни спас жизни других людей, отведя самолет от населенного путь. К сожалению, из-за пандемии у организаторов не было возможности проводить соревнования последние годы, но тем самым спортсмены могли больше времени уделить подготовке, чтобы на турнире показать высокий результат. В этом году участниками состязаний стали около 360 юношей, что еще раз подчеркивает тот факт, что данный вид спорта популярен среди молодежи. Такие соревнования проводятся в первую очередь для повышения спортивного мастерства, ведь каждый из этих ребят профессионально подготовлен лучшими тренерами, благодаря которым атлеты добились неплохих результатов в своей спортивной карьере. Мастерство ребят растет от года в год. Мы видим, что более насыщенные схватки, борьба такая более напряженная. Турнир наш уже проводится в 14-й раз, поэтому он известен во всей республике. Приезжают к нам из России в этом году, приехали. Но, к сожалению, из других стран в связи с политической обстановкой не приехали. Подготовлены участники и технически, и морально очень хорошо. Побеждают всегда сильнейшие. У нас нет ничьих в борьбе, поэтому тот, кто сильнее, тот и побеждает на данный момент. Ну, ребята готовились очень неплохо. Многие наши брестские спортсмены участвуют в финале. На данный момент проходят финалы. И мы болеем за наших ребят. Для того, чтобы победить, нужно очень много тренироваться и прикладывать все необходимые усилия. Именно это доказывали участники двух стран 14-го международного турнира. Ведь, как известно, от результатов соревнований во многом зависит спортивное будущее спортсменов. Турнир очень большой. Мне понравилось. В весовой категории у меня было 21 человек. Конечно, не думал, что первое место займу, но получилось так. Заниматься я начал с 6 лет в городе Калуга. Это Российская Федерация. Мне сначала предложили родители заниматься. Ну, и я решил сам заниматься. Ну, и так получилось, что первые два года меня вообще не возили на соревнования, а потом я уже начал ехать на разные соревнования. Брат занимался вольной борьбой. Он был победителем. Он был призером республики. После чего родители меня отправили на борьбу. В итоге это мне очень сильно понравилось. Я начал тренироваться. И начало получаться. После чего не пропустил ни одни тренировки. И наращивал себе физическую силу. Борьба получилась по-настоящему захватывающей. Каждый из участников старался проявить себя и боролся за звание чемпиона. Но все же медали нашли своих чемпионов. Брестские спортсмены проявили себя весьма достойно. Показали высший класс. В состязаниях по вольной борьбе у них в копилке три золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Не хуже результаты и в греко-римской. Два золота, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Надеемся, что в будущем спортсменам удастся достигнуть еще больших высот.